И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашим космическим мини-играм. Сегодня мы вместе с вами полетим опять вновь в космосе, попытаем свою удачу и уже, наверное, наверняка решим, сумеем ли мы дойти до конечного чекпоинта, либо же наши шансы, ну, на этом закончатся, наша халява закончится и нас, наконец-таки, начнет откидывать назад с метеоритов и не будет такой безумнейшей халявы, которая была у нас в прошлый раз. Сегодня мы быстро выполним заданки, по заданкам у нас сегодня тоже, ну, довольно все просто, штурмик надо за атаку просто попасться, тысячоночку кристаллов и 15 ддшечек прожать. Комбинация у меня для этого всего уже одета, поэтому пикаем в штурм, надеюсь, что нас сразу с первого раза закидывают в штурм за атаку и стараемся как можно быстрее выполнить заданки и лететь. Что касаемо ходов, у меня будет с выполненными сегодняшними шагами, ой, заданками, будет 60 с чем-то канистр и, соответственно, мне хватит на 6 шагов. По метеоритам там все очень много и очень сложно, но посмотрим, быть может мини-игра что-то интересное нам преподнесет сегодня и что-то-что-то на бэмбэмсит и, может быть, даже мы куда-нибудь долетим. И тогда у нас откроется шанс дойти ластецкий кружочек. Ну и тогда пока что у нас время есть какое-то интересное. Мне придется покупать эту самую замечательную энергию за уже танкойны и стараться проходить. Я, конечно, не особо сильно горю желанием скупать канистры и спидпаки по 2000, но если вдруг откроется такая возможность и я реально после сегодняшнего открытия увижу шанс, что можно эту мини-игрулечку пройти, то, конечно же, мы вместе с вами попробуем это сделать. Может быть, в каком-то смысле даже рискнем. Ну и я сумею зафармить еще неплохое дополнительное количество контейнеров, которые мне, если честно, сейчас были бы очень не лишними. Ну и плюс там еще кэшбэкнет немножко танкойнов, плюс они от кристаллов. Кристаллы, конечно, это все мелочь, но все равно, хоть и мелочь, но приятная дополнительная вещь. Ну и плюс получим скины. Скины это, наверное, не та вещь, за которыми я гонюсь в ластовом чекпоинте. Больше я гонюсь, конечно же, за кристалл... Ой, кристаллами, говорю, за контейнерами. Так как вы знаете, что я коплю полторушку, и до полторушки мне осталось, ну, грубо там, контейнеров где-то 70-80. Поэтому будет отличный шанс, если мы пройдем эту мини-игру, как я и планировал, до 9 мая уже накопить полторундель и попробовать ее открыть. Только мы в этот раз, даже если у меня быстрее чуть полторушка накопится, я чуть-чуть все-таки повременю, дабы я сумел забрать фреза с подавой, который у нас в челлендже появился. И тогда уже буду открывать контейнеры. Просто нет смысла открывать контейнеры, когда есть возможность выпадения того предмета, который есть в челлендже. И, ну, типа, смысл. Просто смысл рисковать. Забрать его с контов и не выбить какое-то дополнительное устройство, либо какое-то другое дополнительное золотое свечение. Я считаю, что это не совсем рационально, не совсем правильно с точки зрения грамотных открытий контейнера. Так, что касаемо данного боя. Меня закинуло на Иран, на начатый Иран, в котором я уже проигрывал. Но заданочку я надеюсь, что я в нем сумею выполнить, потому что мне надо всего лишь тысячу кристаллов. Тысяча кристаллов это не так много. Зачем меня блокировать, только я не особо понимаю. Тысяча кристаллов это не так много. Ну и плюс одна доставка мне надо было и прожать 15 ддшек. Я уже не знаю, сколько я прожал. Надеюсь, что я прожал уже неплохое количество. Плюс я вижу здесь дроповую ддшку, давайте тоже ее быстренько заберем, пока наши тиммейты там везут флаги. Ну и что касаемо данной комбинации, возможно вы в видеоролике уже видели, как я на ней играл. Мне безумно понравилась она, Хантера Молот, с молотом спадавой. Просто безумнейшая вещь, я уже и на стриме. Я вчера на ней катал довольно длительный период времени и в целом на видосе у нас получилось тоже с ним очень круто отыграть. Блин, нифига себе. Типочек почти меня задефал. Вот так вот просто в стеночку уперся и все. Ну даже не в стеночку, а в такой столбичек маленький. Так, ну и по катке, ну здесь невозможно наверное выиграть. Давай, братанчик, сори, конечно, но я чуть-чуть тебе подвину, дабы 100% здесь доставить. Можно, конечно же, еще дополнительно было бы вжать овердрайв. Ладно, не буду вжать. Попытаюсь оставить этот овер на еще один заходик. Вот так вот делаем, бэмсим. Здесь обкаточку боковую делаем такую. Доставочку наш тиммейт делает. Доставочку я делаю. Так, ну и пока что сейвим. Сейвим оверку. Может быть еще на сейвим на какую-нибудь ластецкую доставочку. 10 килоб остается противнику до конца катки. Ну и да, шансов здесь, конечно, на выигрыш у нас не будет. Нулевой урончик меня подсейвил. И овердрайв хороший вжимаем. Двух противников сливаем, которые на легких танках. Плюс еще Титану хороший урон. Даем 4 килла до конца. И похоже, эта игра окончена. Да. Но заданки мы должны были все выполнить. За исключением, наверное, дроповых расходников прожатых. Да. Дроповые расходники, к сожалению, я не успел прожать. Не так много у меня респов было. 6 расходок еще надо поднажать. Поэтому быстро сейчас попробуем их вжать. Может быть, закинет на карту, где будут падать дроповые ддшки. Я сразу сделаю акцент на них. И постараюсь их быстренько поймать. Так, закидывает на 4-6 карту. Тоже. Уже, походу, ластовый флаг везут даже. Уже, походу, тут пинцевые попахивают, да? Ну ладно, нашу вернули. Давайте попробуем помочь выиграть каточку. Если получится, будет круто. Если получится, будет круто. Поможем бойцам в этой не самой легкой катке. Так, доставочка будет. Доставочка есть. Хорошо. По низу стараемся тогда сразу увозить. Ладно, нет. Траекторию меняем. Снизу меня примут. Давайте сразу сюда. Блин, на широчайшие доеду до аптечки. Не успел. Не успел до аптеки доехать. Так, одна ддшка есть. Еще одну сейчас мы прожмем. Еще одна будет. Так, это уже две. И мне осталось еще 4 ддшки. Я даже не знаю, где здесь дроповые ддшки падают. На этой карте замечательной. Я думал, что здесь дроповые ддшки по левой зоне есть. Их по левой зоне почему-то нету. Где они? Фиг его знает. Здесь падают. Давайте попробуем выиграть. Раз уж зашли. Там я вижу ддшка у них на базе есть. Но я за ней не поеду. Стараюсь лучше увезти. Постараюсь лучше. Ай-яй-яй, хоппер меня. Законтролил, законтролил валерчик. А, вон там ддшка падает. Вижу. Вижу, где дедуля падает. Надеюсь, что я ее заберу. Дедулечку. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, не забрал. Забрали у меня ее. Так, ладно. Флаг увозят наши тиммейты. Увозят. Ставят? Не ставят? Не, походу, не ставят. Походу, законтролили, да. Законтролили, к сожалению. Законтролили. Так, ладно. Попытаемся увезти. Ну, е-мое. Ну, как же больно. Как же больно наваливает. Харечек с заморозочкой. Он с шоком, наверное, даже. Да, с шоком. А, и у нас флажочек пластовый везут. Но какие-то тиммейты неплохие у нас, если честно, попались. Стараются, стараются. Молодцы. Надо отдать им должное. Молодцы. Красавчики. Стараться победить в такой катке. Это всегда достойно. Не, ну доставочку мы здесь точно не дадим противнику сделать. Как бы они бы не хотели бы. Доставочки тут не будет. Так, ну и увозик надо делать. Надо делать увозик. Блин, не попал по тому поперу, который с ловкачем летит. Надеюсь, что его нагнут. Надеюсь, что нагнут, доставят. И я быстро на конвейере увезу еще один. Давай, давай, везем, 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 везем. Траекторию даем левую. Левую траекторию. Широко. Здесь викинг на подъемчике. Не мешаем, пожалуйста. Значит, могу и не доставить. Так, но заданку я, походу, не выполнил. Каточку я зашел, помог выиграть. Но заданку я так и не выполнил. Офигеть. Просто два боя уже сыграл. А заданку с 15 прожатыми расходниками так и не выполнил. Офигеть. Ну, хотя бы каточку помогли выиграть. И на том уже есть какой-то дополнительный радостный моментичек. Так, ДДшка одна есть. И вон одна еще падает. Давайте быстро ее заберем. Ну, не, не бери, не бери, не бери. Валерчик. Ой, хорош Валерчик. Неплохо, что он упал. Чуть-чуть вбок. Все. Заданки готовы. Забираем. Ой-ой-ой, куда я щелкнул. Забираем бабосик. Забираем бабосик и летим ходить в нашей замечательной мини-игре. Так. Это есть, это есть, это есть. Так, мини-игра у меня открыта. Обновляем ее. С мини-игрой тоже какие-то проблемы. Она постоянно что-то у нас лагает, что-то не показывает. Как-то, ну, такая себе неприятная темочка. 63 энергии. Пробуем. Бэмсим. Смотрим. Надеемся на лучшее. Ну и ходим. Первый метеорит сразу. Откидывает. Не откидывает. Неплохое начало. Первый метеорит не откидывает. Плюс один. Становимся на еще один, надеюсь, метеорит. И смотрим, что будет с ним. Перепрыгиваем его. Это не совсем хорошо, что я его перепрыгнул. Но ладно. Смотрим. Становимся на еще один. Не откидывает. Я не знаю, что происходит с этой мини-игрой. Я в шоке. Нам надо сейчас встать на этот метеорит. Если я на него встаю, и меня не откидывает, то я не смогу долететь до вот этого метеорита. И это будет очень круто. Пробуем. Откинуло. Откинуло. Ну, вот здесь уже хотя бы наконец-таки моя халява закончилась. А то я уже начинал думать о том, что что-то здесь безумное, что-то здесь ненормальное происходит. И меня не может откинуть назад. Если бы меня здесь сейчас не откинуло, если бы здесь меня сейчас не откинуло и осталось бы спереди 5 метеоритов, я 100% прямо сейчас бы купил бы спецпак за 2000 танкоинов и пошел бы газовать вперед. А теперь ситуация у меня следующая. Ситуация, ну такая, знаете, рисковая. Ситуация рисковая. Что мы можем здесь сделать интересного? Что мы можем здесь сделать интересного? 77, 89. 12 шагов. Плюс метеоритов у нас 5 в конце и 1 передо мной. Если того метеорита, который передо мной, меня не откидывает, либо я его перепрыгиваю, то шансы остаются на проходку ластового круга. Реальные остаются. Если же, если же, если же, если же меня на нем откидывают еще назад, то, наверное, смысла в этом особо никакого нет. Мне так кажется. Что смысла в этом мало. Рискнуть купить спецпак и уже решить точно, есть ли в этом смысл. Но давайте ради контенту, ради контенту попробуем. Давайте ради контенту попробуем. Стою все равно перед метеоритом. Тут, как говорится, уже да-да, нет-нет. Оформляем покупочку. Лайкозавры у нас под предыдущим видосом набрались. Я хоть и не говорил, что за 200-ку буду покупать, так как дошел до той цели, до которой хотел, но все равно. Давайте пробовать. Быть может, что-то интересное мне на бэмсит. Что-то интересное на бэмсит. Пробуем. Становимся. Все, габелла, габеллачка. Габельная. Ну, в общем и целом, мы сбили 4 метеорита за сколько получается? 80 энергии. За 80 энергии 4 метеорита улетела. Но, я вам скажу, но как бы когда я на 2 наступил, я думал уже вообще. Типа, в этой видеигре все безумно круто. Но, наконец-таки, меня откидывает. И я хотя бы понимаю, что это не какая-то, знаете, накрутка. А то там уже в комментариях писали, что, мол, тебе там подкрутили, там, шанс сделали больше. Нет, все, шансов нет никаких, ребяточки. Нету их. Нету дополнительных шансов. Откидывает. Откидывает меня так же самое, как и вас. Откидывает. Но, все равно, даже с этим откидом, даже с этим откидом, ситуация очень хорошая. Прям очень хорошая. 150 здесь, если по плюс одному. 150, если по плюс одному. Плюс 4 метеоритов. А, 5 метеоритов. Ну, я не знаю, честно говоря. Я не знаю, друзья. Пишите в комментариях, стоит ли пробовать. Стоит ли пробовать, пройти мини эту котлетную игру. Если вы считаете, что надо, то напишите в комментариях. Будем пробовать. 83 хода на 73 планете я нахожусь. И при этом у нас осталось всего лишь 5 метеоритов. Хотя, до сегодняшнего хода у нас было 75, да, и 4 метеорита еще дополнительных. То есть, я схавал 2 и на 2 меня откинуло. В принципе, как-то так. Как-то так, друзья. Поддерживайте видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать. Видеоролики. Наши все замечательные. Не только видеоролики, но и стримы. Также, друзья, не забывайте о теге создателя контента, который есть в настройках в нашей игре. Если вы донатите в нашу замечательную игру, то заходите в настройки, заходите в аккаунт. Здесь снизу есть тег создателя контента. Мой личный тег создателя это тег TeamP. Здесь вы его устанавливаете. И поддерживайте меня. Плюс имеете возможность принять участие в розыгрыше, который стартовал вчера. Новый розыгрыш. У нас наконец-таки произошли итоги старого. С предами буду сейчас уже потихо разбираться, выдавать и оформлять все это дело. Ну и новый розыгрыш у нас стартует пока что такой, знаете, не супер жесткий. На лямчик и на 20 тысяч танкоинов. Но если у нас будет хорошая активность, то я думаю, что мы эти призы с вами преувеличим. Сделаем более аппетитными, сочными. И тогда уже какой-то бэмбэмсик интересный у нас вместе с вами пойдет. Поэтому если у вас вдруг еще не стоит, обязательно оформляйте его. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.